Общественная комиссия по фиксации военных преступлений Это условное название представляет собой неструктурированное общество граждан, которые представляют общественную позицию на данной территории. Общественная комиссия является своего рода интеллектуальным центром, который объединяет специалистов в области специальных знаний для фиксации и расследования военных преступлений, совершенных украинской властью на территории нашей республики. Членами общественной комиссии являются простые, обыкновенные жители, граждане нашей республики, специалисты, высококвалифицированные, авторитетные в своей области. Это юристы, криминалисты, баллисты, медики, преподаватели, шахтеры, водители. Очень разнообразный состав. Какого-либо структурирования в нашей комиссии не существует. Это добровольная деятельность. И здесь собрались те люди, те граждане нашей республики, которые небезразличны и не могут оставаться безучастными к ситуации, которая происходит на сегодняшний день. И мы очень надеемся, что под влиянием мировой общественности виновная сторона наконец-то прекратит вооруженный конфликт на нашей территории. Данная пресс-конференция была собрана для того, чтобы Донбасс услышали. Для того, чтобы все мировое сообщество понимало, кто совершает эти преступления и какие последствия от них наши жители. Адвокат также сообщил, что в настоящее время комиссия уже собрала доказательства более сотни преступлений украинских силовиков в Донбассе. Общественниками организован выезд на 70 мест в совершении преступлений. Опрошены около 300 свидетелей, очевидцев и потерпевших. В ближайшее время планируется передача еще 45 материалов по гибели и ранению детей в результате обстрелов ВСУ. Общественная комиссия по фиксации военных преступлений украинской власти в Донбассе была организована из активных неравнодушных граждан и приступила к работе в середине 2015 года с целью сбора и фиксации доказательств фактов военных преступлений ВСУ. К сожалению, работает комиссия исключительно на самофинансировании, не получая дотаций ни из госструктур, ни от частных лиц. В состав общественной комиссии также входит судебный эксперт-криминалист, доктор юридических наук профессор Александр Моисеев. Эта методика, этот подход опубликован. Мы выпустили монографию на эту тему. Во множестве научных источников разнообразные аспекты данной темы рассмотрены. Они обсуждены на научных форумах, где с критических позиций подвергнуты были этому анализу. И я могу утверждать с полной мерой ответственности, что материалы, собираемые нами, могут быть доказательствами в международном судопроизводстве. На пресс-конференции присутствовала Ирина Садыкова, жительница Макеевки, чья семья и жилье пострадали в результате обстрела украинскими силовиками. Во время обстрела дома Ирины 27 октября 2016 года погиб ее муж. 27 октября 2016 года я с мужем и с маленькой дочерью, которая 6 лет, возвращались домой. В 18.48, когда был прилет очередного снаряда, мой муж закрыл с собой меня и ребенка. В результате этого он погиб, а ребенок мой остался раненым. Главная задача общественной комиссии не только собрать неопровержимые доказательства вины украинской армии в смерти мирных жителей Донбасса. И передать эти свидетельства в Европейский суд, но и сделать эти факты доступными для широкой общественности. В связи с непрекращающимися обстрелами городов и населенных пунктов Донбасса, этот список, скорее всего, будет пополняться новыми подтверждениями военных преступлений украинской армии. Дмитрий Зиньковский, Алексей Полянский. Специально для Новороссия ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok